Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. С известной поговоркой, согласно граждане, которые в свое время отказались от услуг управляющей компании и организовали территориальное общественное самоуправление ТОС. Такая форма ведения хозяйства подойдет ответственным домовладельцам, которые хотят создать комфорт и уют в своем дворе. На сегодняшний день в Иванове успешно работают 46 ТОСов. Чтобы поддержать активных граждан, администрация города устроила конкурс на лучшего председателя и лучшего активиста территориального общественного самоуправления. Лучший председатель ТОС задуман был для того, чтобы поощрить председателей ТОС, которые ведут достаточно большую работу. Это и проведение различных праздничных мероприятий на своей территории, это и в военно-патриотической направленности мероприятия проводятся, благоустройство в первую очередь своих территорий, субботники различные и многое-многое другое. ТОС трудовой образовался в 2007 году. За это время к нему присоединилось более 300 частных домов, а это около тысячи жителей. Первоначально людей сплотила общая проблема – приватизация участков. В соответствии с генеральным планом территория, на которой стоят частники – зона жилой многоэтажной застройки. Сообща, граждане отстояли свой кров и смогли облагородить территорию вокруг. После помощи администрации, собственники собрали деньги и наняли вышку. За день кронировали больше сотни деревьев. Теперь центральная улица ТОСа – типографская, светлая и ухоженная. Мы здесь живем. Мы считаем эти места как бы своими. Здесь находится мой дом, здесь живут и учатся мои дети. И, конечно, мне хочется, чтобы здесь было красиво. Я такой не один. Здесь много таких людей, которым хотелось бы из этой территории сделать что-то такое, чем бы мы могли гордиться и где бы нам было приятно жить. Глядя на успехи ТОСа Трудовой, жители соседних пятиэтажек решили последовать примеру кооперации граждан. Владельцы квартир в доме номер 48 на улице Постышева создали общественное самоуправление всего два года назад. Первоочередная задача, которую поставили перед собой жильцы – облагородить дворовую территорию и организовать игровую площадку. Когда у нас появились в прошлом году, позапрошлом игровые элементы, собачники как ходили, так и не переставая продолжали ходить, с собаками было очень неудобно. Дети постоянно вляпывались в фекалии. В общем, было не очень красиво. И кто-то из детей мне предложил идею. Давайте, говорит, повесим плакатики. И с помощью родителей, с помощью детей мы эти таблички изготовили, детишки их подписали, разукрасили. Для удобства владельцев собак прямо на деревьях висят маленькие целлофановые пакетики. После того, как питомец сделал свои дела, не лишним будет убрать за ним. Ноу-хау прижилось, во дворе стало заметно чище. Конечно, помимо прилегающей территории, председатель ТОСа старается сделать комфортным для жителей и сам дом. Трубы все поменяли в подвале. Электричество все сделали в подъездах. Теперь, значит, будет плитку у нас выкладывать в подъезды, лестничные клетки. Ну что, вот видите, вот так мозги делают. Нет, очень даже вот так вот. Окна поменяли в подъездах все. С организацией общественного самоуправления обязанности по соблюдению порядка равномерно распределились между жителями. Больше нет управляющей компании, на которую можно свалить всю ответственность. За чистотой и порядком следят даже самые юные жильцы. Когда приходят мои друзья с других дворов, они бывают мусорить. Я им говорю, что здесь стоят специальные урны, надо в них кидать, а не мусорить. Вот как там они тоже мусорят. Ну да, просто мало. Вот что нельзя здесь мусорить. Это площадка для детей, не только для них. Здесь гуляют дети и взрослые. Ну не всем будет приятно, что этот двор такой грязный. Амбициозные проекты, будь то асфальтирование тротуара или установка современного игрового оборудования во дворе, по плечу далеко не всем ТОСам. Ключ к успешному развитию – расширение. Чем больше домов присоединиться к самоуправлению, тем больше зона и коллективной, и персональной ответственности. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.